всем привет дорогие зрители подписчики а также гости моего канала сегодня 3 января 2022 года сегодня хочу рассказать о годичном цикле развития виноградного растения виноградное растение в течение всей своей жизни проходит большой цикл развития она может длиться от нескольких десятилетий до нескольких сотен лет как правило при должном уходе виноградное растение способно выдавать высокие урожаи в течение 35 лет и более в течение года виноградное растение проходит малый годичный цикл который в свою очередь делится на два периода это период относительного покоя и период вегетации период вегетации делится на шесть основных фаз первая фаза это сука движение вторая фаза рост побегов третья фаза цветение четвертая фаза рост ягод пятая фаза созревание ягод шестая фаза вызревание лозы о падении листьев и подготовка куста к состоянию покоя первая фаза вегетации начинается весной при достижении температурных значений плюс 8 плюс 9 градусов в корне обитаемом слое при достаточном количестве влаги виноградные корни развивая давление в полторы атмосферы начинает качать влагу в надземные части винограда местах среза и поломок у виноградного растения начинает вытекать бесцветная жидкость которая называется пасока это явление называется плач винограда при нормальных условиях при оптимальных температурных показателей и увлажненности почвы виноградное растение в среднем сутки прокачивает до нескольких литров жидкости если взять химический анализ пасоки то в основном она состоит из чистой воды так как в одном литре такой жидкости всего два грамма сухих веществ который в свою очередь состоит на одну треть из минеральных остатков она две трети из органических веществ виноградное растение при недостаточном количестве влаги может вовсе протекать плач винограда вяло а при засушливых периодов вовсе и отсутствует плач винограда если осень и зима была засушливой недостаточное количество осадков то перед началом первой вегетации такие кусты обязательно нужно полить вроде бы внешне глазки начинают набухать но внутри глазков проходят очень сложный процесс идет до развития зачаточных органов узлы побегов удлиняется листья усложняет свою форму но самое главное идет до развития зачатков соцветий к концу первой фазы вегетации увеличивается количество корней идет начало рост побегов в условиях крыма конец первой фазы вегетации попадается на третью декаду апреля а в общем первая фаза вегетации длится около 2-3 недель зависимости от сорта начало вегетации у разных сортов приходится в разное время вторая фаза вегетации длится около полутора месяцев заканчиваясь в конце мая начале июня в пределах куста почки распускаются неравномерно первыми распускаются почки расположенные выше побеги появившись в начале растут медленно но с появлением теплых дней рост побегов увеличивается сутки рост побегов могут составлять 6-8 сантиметров но в отдельных случаях бывает рост намного больше активно начинает расти листья усики соцветия в эту фазу увеличивается потребление влаги также в эту фазу активно растут корни у виноградного растения в пазухах листьев становится заметной почки листья активно фото синтезирует в достижении 10-15 сантиметров зеленых побегов уже становится ясно бесплодные побеги в эту фазу нужно проводить нормировку зелеными побегами также во вторую фазу нужно провести мероприятие для защиты от болезней и вредителей на эту фазу приходится две химические обработки как правило при наличии 5 седьмого листа и в конце второй фазы перед самым цветением 3 фаза вегетации является исключительно важный в годичном цикле развития виноградного растения так как в эту фазу решается вопрос будущего урожая цветение начинается с сбрасывания колпачков который проходит утром с 6 до 11 часов процесс цветения начинается бурно как правило первые 5-7 дней отцветает 60-70 процентов цветков остальные доцветают позже целом процесс цветения занимает от двух до трех недель пределах соцветия первыми цветут цветки расположенные ниже а в пределах побега первыми зацветают соцветия расположенные ниже жильца у винограда бывает восприимчивые 4-6 дней к пыльце процесс оплодотворения проходит в течение суток дождливая погода плохо влияет на процесс цветения также плохо влияет жаркая и сухая погода оптимальными температурными значениями является плюс 20 плюс 22 градуса существует поверье когда виноградное растение если умело бы разговаривать то она сказала бы период времени когда я цвету что подо мной не проползала бы никакая змея это говорит нам о том что период цветения нельзя проводить никаких работ можно только любоваться процессом цветения честно говоря в этот период мне больше всего нравится находиться на винограднике так как аромат который стоит виноградники никакими словами не описать о других фазах питации винограда я расскажу в следующей части видео ролика всем пока до новых видео